девочки всем привет привет меня зовут таня я рада видеть вас и себя в гостях сегодня начинаю новый влог у нас 15 марта понедельник да ура я в понедельник наконец начинаю влог а не какой-нибудь вторник среду или к воскресенью и так чем хотела с вами поделиться как я много уже раз говорила к планеру с гарри поттером я хотела сделать подарок в виде письма из хогвартса и хотелось чтобы было все это более реалистично использовать настоящую сургучную печать до этого я заказывала печать с китая но там более китайский новый год и праздники и ничего долго не отправляли я уже начала переживать принципе я не ожидала что мне придет все это вовремя заказала в принципе на всякий случай вот и настя джой скраб я знаю что у нее такая печать есть я попросила ей отправить отпечаток я знаю что она бывает так видимо на пленке целлофановой каком-то пластике и отливая чтобы можно было делать во первых аккуратно потом просто приклеить вот я попросила отправить она мне отправила почта где-то 26 примерно февраля если не раньше и а заказывать отправлять мне нужно примерно там 10 10 марта думаю за две недели точно дойдет но почта подвела и ничего мне не пришло до сих пор хотя это обычное письмо без какого-либо отправления то есть она нигде не должно было на сортировках особо задерживаться каждый день бегаю к этому почтовому ящику на ничего не приходит я поговорила с заказчиком это заказывал мужчина объяснила ситуацию сказала что я хочу в подарок сделать письмо мы можем подождать печать сургучную либо давайте до 15 числа примерно ждать потому что уже нужно отправлять либо отправляю с бумажной вырезаны затем бумажной тоже можно распечатать он предложил подождать и вот сегодня 15 число мне уже в голове разные идеи что делать что делать при этом сургучка мне пришел ложечка пришла главное печати нет также ничего не отслеживается я уже думала покупать какую-то новую здесь 450 рублей стоит печати в магазинах я уже думаю хоть какую-то уже готова была переплачивать и тут мне приходит долгожданное письмо от почты россии что мне пришла печать непонятно какая но потом посмотрела что это как раз то что мне нужно вот такая вот печать с хогвартсом мне пришла я сразу побежала на почту на улице холодно гололед я на осенних сапогах несколько раз чуть не упала но удовольна что все попадаем в срок и вот сделала я печать это письмо единственное что не посмотрела ориентацию печати и пришпандорила ее немного кривовато ну скажем так на будущее до иметь ввиду что нужно это делать присматриваться все-таки как раз полу располагается печать и потом делать поддиск сделали здесь три таблеточки о 4 таблеточки 3 вот здесь сделала пробные мне показалось маловато ну вот а 4 как-то многовато вот поэтому сейчас буду все это упаковывать заказ все оформлять завтра отвезу на подвезу на почту и все в принципе из таких вот отправных по моему заказов у меня все много у меня из иркутска девочки 17 марта и мне кажется что я вообще совершенно ничего не успеваю потому что сейчас у меня это неделя это день рождения сына ему старшему ребенку исполняется 8 лет на это уже буквально завтра и потом еще в субботу мы тоже будем отвечать но уже с одноклассниками в лазер таки решили в этот раз в общем куча в голове от этих вот забот таких плюс близится время переезда нужно составлять планы их дома куда что поместь разместить чтобы вывести куда розетки и поэтому для скорбукинга вообще место практически не остается хорошо что я больше заказа не беру и уже которые мне сейчас поступают я все-таки учусь говорить нет особенно когда они сложные громоздки допустим если это обложка на паспорт то я в принципе могу посмотреть куда это приткнуть а вот например мне попросили сделать чехол на планшет я просто понимаю что я физически и не успею с этим очень нужно будет разбираться потому что это новая для меня работа и поэтому сейчас я стала говорить отказывать в работе ну совершенно ничего не получается сделать вот я уже наверно показывал этот список и здесь в принципе хорошо что на март может быть изделие 4 дальше на апрель то есть я стараюсь их так разразнить немножечко чтобы потом себя сильно не ругать и так фотоальбом у меня движется и очень сложно было выбрать цветовую гамму для обложки потому что если вы помните этот фотоальбом состоит из нескольких наборов бумаги здесь нет определенной цветовой гаммы и обложка может быть совершенно любая как поняла девушка любит красный цвет и у меня изначально выстроилась композиция как раз на обложке точнее цвет красный золотое белый но девушка не хотела использовать белый не хоть хочет использовать ткань или замша потому что считаю что это может со временем как-то затереться запылиться поэтому мы рассматривали другие цвета но сочетание там были не такие интересные в итоге все равно вернулись тому варианту который я изначально предложила вот и хочу сделать это с ромбиками вот таким образом здесь большое хочу обтянуть красной тканью красным коже самым здесь маленький кусочек как раз остался и хочу сделать это все с хлястиком вот но пока пока это дело застопорилось опять сейчас вклеивала вот эти вот все странички для разворота с ацетатами осталось буквально заклеивала кстати на вот этот вот снова мастер клей вонючий клей но что удобно что можно его легко достаточно размазывать то есть он жиденький такой не как помпон который сразу как то стекленеет но и при этом складывается конечно подольше и поэтому приходилось но долго возить вот это все немножко то я густо нанесла даже немножко подвела бумагу но при высыхании при приклеивании в принципе все в порядке и последний разворот я так и не доделала который с новогодним да я вам показывала там очень сложно у меня сейчас не дается вообще никак композиция не складывается дима не лежит мне душа к этому набору поэтому я решила переключиться на обложку сначала здесь все сделаем здесь будет три робника бика но по крайней мере как я и хочу предложить согласиться на или нет не знаю но когда я спрашиваю что вы хотите обычно там какие-нибудь идеи возникают такие у людей которые не всегда совпадает с моими и из-за этого я еще больше тупить начинаю вот и еще забежала вам показать не только это но и посылочку пришел на пришел мне подарочек от лири шамсадзиновой это вот такой вот вот такой вот цветочек ко мне пришел это напомню в подарок за участие в конкурсе работ в группе закрытой мастер-классы за 2020 год в одно у лиры тоже возникли много семейных как сказать это правильно особенности в жизни да по моему то что связано с переездом с ремонтом и устройством на работу и поэтому там немножко затянулись мастер-классы и поэтому и поэтому 2020 год уже закончится мастер-классы продолжают выходить и вот он мой моя прелесть маленькая это еще маленький органайзер давайте посмотрим как он делается как он делается так эти здесь открывается что-то сюда можно помоложить это что-то ничего не работает а вот этот крутится все красота всего интересного и сейчас я хочу сюда вы разложить все подвески красивости для подвес для подвесок плане планером и и и и будет у меня в таком красивом виде все сохранится то что-то у меня много чего появляется новенького но хранить совершенно негде здесь получается можно раз пять десять десять отделов и в десять одиннадцатый значится пленочка она просто убирается от колупая тоже туда чё-нибудь положу вот потом кстати на этой неделе я еще жду посылочки и еще хотелось дать по поводу документов альбом на неделе но не знаю потому что с днями рождениями и другими моментами как-то скраб как я объяснила на туго движется даже говорю туго уже девочки добавлю немного live такого видео свои влоги и хотела вам показать наш дом кусочек это второй этаж здесь уже все обшили вагонкой и 10 поднимаемся по лесенке вот здесь у нас будет спальне там будет еще зонирование для работы мужа большая а вот этот вот тамбур я его не зря вам показываю это будет все для моего рабочего уголка то есть здесь расположу все столы прямо так хочу всю стену где хочу шкаф поставить и возможно сюда еще какой-нибудь шкаф поставлю чтобы считающую работу складывать в общем это это вот полностью моя будет зона все спрашивают будет ли у меня отдельная скраб комната это у меня будет такая ну не совсем наверно комната потому что здесь будет выход с лестницы но чем мне нравится еще что там есть балкон и здесь классно что можно во первых будет это все проветривать от клея а во вторых это просто будет моя зона для фотографирования летом особенно классно пришла здесь разложилась и сфотографировала не просто буду здесь поставлю себе столик лавочку стульчик и буду здесь пить чай книжки читать в общем такое мое релакс вот и сверху еще покажу а вот первый этаж девочки снимаю с руки просто с вами поделиться потом просто забуду в общем решили я домучит этот альбом надо уже сделать просто уже голове он пухнет нужно нужно больше месяца наверное я его ему рыжу в итоге вот девушка как я говорила остановилась на сочетании белого и красного и думаю нужно подержать красный цвет потому что куда-то сюда добавлять не очень думаю красиво здесь мод смотреться будет пуансетти и сделала общем такую новогоднюю достаточно коллекцию тем более здесь есть новогодние коллекции пусть они не такие яркие красные но если любит девушка красный цвет почему бы нет в общем отправила ее на согласование она сказала что композиция похожа на надгробие вот попросила сделать здесь морскую тематику и я сижу и думаю как мне с красным цветом сочетать морскую тематику типа travel в общем-то у меня есть travel коллекции красные цвета попробует с этим это сделать но там все равно более приглушенный ну все вроде вот такой вариант согласовали сделала такую рамочку обтягивала по типу спасательного круга хорошо такая есть веревочка по типу каната есть даже ракушка такая вот чимборд посмотрю если у меня прозрачная пудра для эмбосинга потому что если честно каким-то другим цветом не хотела бы его покрывать и и и и аккуратненько все это разложу приклею прошью здесь единственное что наверное не прошьется вот ну по крайней мере уже дело сдвинулось так а внизу у меня получается такая немного диагональная композиция у нас воскресенье 21 марта наконец мы отметили оба дня рождения ребенка и можно спокойно возвращаться к работе но что что происходит по законам подлости дети заболели и все сидят дома и у нас как всегда начинаются все драки когда муза просто убегает от визгов и писков но доделать я все хочу в этом месте даже все заказы которые у меня на апрель максимум чтобы до 5 апреля совсем заскидаться со всеми здесь не такой рабочий стол весь заваленный потому что я работаю как раз над фотоальбомом и фотоальбомы у меня всегда это все валяется в общем сейчас хочу вот здесь все сделала украшалки осталось вклеить сказали корешок никак сильно украшать не надо я вклею блок в получается альбом вот первую страницу тоже в клей здесь вообще сами странички уже вклеены немного странички видите как-то повело странно я клеила на мастер клей а потому что он хорошо размазывается я наверное говорила уже не извиняюсь если повторяюсь потому что снимаю сейчас редко и уже не помню что предыдущих кусочков и от последний разворот остался так и до украшать скорее всего им завтра займусь вот а еще у меня тут видите сосрать все развалина как всегда пришла вот такая огромная посылка из магазина скраб твою там я заказывала огромный большой в общем отрезку жама коричневый для фотоальбома который будет формата а третьего я просто хотел я наверно отдельно сниму обзор на эту покупку просто хотела вам показать о том как здесь все упаковано смотрите сколько тут вот этих вот как пенопластовых цифрах 3 или z да можно сказать вот так вот необычно первый раз вижу такую упаковку в общем прикольно вот ребятишками стать неправда все это распотрошат все и потом покажу подробнее что я там купила переместилась на рабочее место просто пришла мне тут посылочка с алиэкспресс мне не терпится посмотреть что там но я точно знаю что там это у меня еще одна печать так уже не с гарри поттером а типа как сказать для обычной упаковки типа хендмейт везла мыть везла сделаны с любовью в общем по-моему она чуть меньше не знаю посмотрим отпечаток я делать не буду потому что не хочу сейчас на это тратить таблеточки к себе их заказала побольше потому что они быстро расходуются вот так вот мои твои зла в до обратную обратный порядок и вот вот смотрите какие они разные по размеру вот эта помольки дома не должны быть примерно одинаковые но нет это прям такая большая и вот это вообще малюсенькая ну ничего все равно прикольно в общем запасаясь тоже я сургучом печатями чтобы как-нибудь интересно красиво упаковывать заказики девочки 25 марта давно ничего не снимала потому что дети дома постоянно шумно и сейчас просто забежала вам показать коробочку которую я сделала для вот этого вот фото альбома здесь видите все это навалено вообще какой-то сроч некогда даже убраться нормально но сейчас это упакую и буду дальше работать уберусь в общем фото альбом нужно упаковать правда девушка еще не перевела оставшуюся сумму это 4000 и осталось перевести но она сегодня в нашем районе я вот не знаю спрошу пришла ли ей аванс зарплаты она с аванса хотела оплатить и переживаю как бы она не попросила дать ей альбомов типа потом она как-то переведет вот вроде мы с ней нормально общаемся но не прям близкие близкие какие-то люди не умею я вот работать с клиентами как-то требовать с них оплату вот этот например фото альбом у меня он уже лежит наверное месяца полтора именной альбом я его делала торопилась к рождению малышки но они все до сих пор не оплатили типа денег нет либо вот муж приедет муж заберет мы в другом районе живем города короче одним словом меня это расстраивает когда не оплачивают сразу заказ я знаю некоторые девочки мастера прям оговаривает это все строго но я какая-то слишком мягкая и из-за этого настроение если честно портится вроде не хочется ни с кем портить отношения с другой стороны у меня как мастера тоже можно понять потому что я тороплюсь делать изделия вкладываю в них в душу и вот думаю что вот сейчас мне придет деньги деньги всегда нужны чтобы докупить какие-то материалы и когда эти деньги приходится потом ждать получается как будто я работаю в холостую с какими-то авансами в общем решилась не будем об этом грустно решила сделать коробочку это только знаете упаковочный картон я покупала в береге по моему один лист что-то стоил там рублей 20 наверное вроде себестоимость небольшая я хотела врезать на плоттере коробки но этот альбом очень большой у меня не было неподходящей коробки ничего такого и она тоненькая как бы но так как заказ отдаю здесь в иркутске соответственно как бы мне просто красиво передать а там уж как будут хранить мне или нет не знаю знаете какой бардак но просто некогда все это убирать чтобы вам показать так я могу все забыть лазила сейчас по полу на эту большую коробку она где-то 30 на 27 сантиметров ушел целый лист 70 на 100 там есть обрезки но не вряд ли пойдут на какие-то коробочки вот может если только на обложке на паспорт как раскроить чисто аккуратно ну в общем сейчас это сделала сюда буду упаковывать все здесь закроется таким образом туда все вставится и с печатью хендмейт попробую сделать сургучный чтобы было посимпатичнее вот такие вот у меня дела а еще сейчас я делаю папку для документов вот такую вот мне подобную уже заказывали для девочки и это же семья получается для мальчика у них недавно родился сыночек цвет как неправильно передается будет для мальчика вчера делала вот эти вот полосочки не совпали друг с другом получается как будто в наклонную пошла а здесь очень сложно выровнять я снова все расклеивала и заново делала чтобы все ровненько было и вот надеюсь что я сегодня все доделаю потом уже покажу готовый результат у вас бывает такое когда вы снимаете много видео потом половину удаляете либо будете резать потому что этот влог у меня получился какой-то очень сложно эмоционально мне кажется много жалуюсь поэтому скорее всего я многие кусочки просто уберу и если вы где-то увидите такое все что-то рубленый такой винегретик вот знаете просто я как бы не хочу всего вываливать на вас просто бывает сложные заказчики и я переживаю что в общем не люблю возможно это перетирать хотя с одной стороны я люблю послушать у других мастериц как это бывает будь здоров как это бывает какие есть принципы общения с заказчиками когда стоит говорить уже нет где-то нужно может возможно проявить силу воли и характер я как-то слишком мягкая вот и от этого иногда страдаю вот и еще хотела с вами поделиться такой лайфхак мне лайфхак как последнее время просто я работаю у нас дети сейчас дома оба приболели и они очень шумные и чтобы настроиться на нужную волну я обычно делаю вот так это у меня вайфай наушники я часто очень в них сижу что-то работаю и это просто супер мега вещь и я давно о них думала мечтала потому что во первых когда я работаю с телефона не всегда все хорошо слышно и мне обычные наушники были это провода вот таким образом торчащие когда нужно что-то резать я боялась что я перережу провод плюс например нужно куда-то отойти на другом столе например что-то взять там распечатки или еще что-то приходилось убирать наушники чтобы с телефоном не таскаться либо брать он куда-то засовывать в карман и ходить не очень удобно а тут прям вообще все шикарно я просто хожу где хочу что хочу делать телефон у меня лежит на одном месте можно зарядки там в другом месте лежать потому что у меня на рабочем столе здесь розеток мало для зарядника еще вот и я постоянно в наушниках в своем мире как в основном сейчас стала включать аудиокниги я люблю читать очень но так получается что если я начинаю какую-то книгу читать я ухожу просто в книжный запой я могу на двое суток выпасть из жизни не хочу не готовить ничего потому что мне нужно быстрее быстрее все закончить эту историю поэтому обычно домашние дела страдают и работа страдает а тут я в наушниках и ту же готовлю кушать и глажу стираю убираю что-то работаю и тут же параллельно слушать то есть это получается такие у меня антидепрессанты наверное книжки вкусняшки и скоробокинг вот сейчас тоже буду включать аудиокнигу и доделывать папочку и тут думала что я сегодня доделаю до нее нужно нужны магнитики большие магнитики они только одна пара осталась и завтра нужно будет ехать покупать магниты забирать заказы сима лэнда покупаете много бумаги для большого фотоальбома вот и и и и на наверное сегодня я схожу за бумагой в общем завтра такой сложный поездочный день если так можно сказать я же хотела в каждом влоге добавлять какие-то кусочки с полезной информацией и я поняла что я хочу вам рассказать именно об этом ролике многие кто делает папочки для документов сталкивались такой проблемы не проблемой как кармашки да про то как уплотнить или не уплотнять кармашки в здесь я решила использовать бумажные формицы многие их используют я вообще хоть конечно хочу перейти на тканевый но тут что-то торопилась и забыла сделать тонкий край чтобы потом насквозь прошить либо конечно можно все склеивать но так как папочка подразумевает что будет закрываться на магнитах чтобы здесь ничего не торчало вот поэтому я решила сделать бумажные форции такой облегченный вариант но смотрите у меня будет как кармашки располагаться здесь получается кармашек под белым и вот так но магниты с такой толщиной могут не справиться если прокладывать здесь бумагу то есть бумагу обтягиваем кожзамом и делаем такой плотненький кармашек во первых это дополнительная толщина для магнитов а во вторых бумага очень плотный и кармашки становятся у нас жесткими что не есть хорошо когда нужно что-то туда побольше потолще подложить этот форзес может натягиваться и может это вот место порвать у нас бумажку можно сделать например без какого-то утолщения чистый кожзам знаю некоторые и я в принципе тоже так раньше делала просто кусочек кожзама прям ровно-ровно приклею обрезать вот так вот по краю даже просто пришить и здесь у нас такое можно сделать открытый срез либо можно его подогнуть и здесь соответственно тоже все подогнуть но с такой вариант в чем его сложность да что он может растянуться вот в обложках на паспорт я кстати так иногда делаю но если наверное подумать и по уму все сделать то тоже этого наверное не стоит делать многие девочки говорят что карман может растянуться и потом пойти какими-то такими некрасивыми волнами то есть такой объем на растянуться во-первых здесь важен крой то есть если у нас кожзам тянется вот таким образом что есть вот таким образом у нас расположены как это сказать линия отлива то он намного сильнее растянется и в данном случае кармашек лучше располагать вот таким образом чтобы растягивался в эту сторону так как я использовала обрезки кожзама у меня вот этот например правильно раскроен а вот этот нет то есть он меня вот так сделан если я сюда например буду здесь подразумевается пластиковая карта снилс то они потом со временем начнут выпаду выпадать вот и я хочу вам предложить такой вариант как обклеивание внутренней стороны карманы тканью вот у меня есть такая вот бирюзовая ткань я уже расчертила и ткань мы убираем размером ровно по высоте нашего форзаца и по ширине кармана который будет сейчас я это все расклею расчерчу кожзам это у меня не обращайте внимание по сантиметр с этой стороны и с этой стороны и потом вот этот вот кусочек ткани я приклею вот таким образом сейчас все это сделаю и покажу как это все у меня получится а 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 и а а а вот так у меня получается кармашек при этом почему сюда приклеиваю именно вот этой стороны чтобы если заглянуть там у нас было все красивенько теперь я подрезаю вот эти вот уголочки и можно подгибать если вы наверное видели в ускоренном ускоренный процесс я вот это вот сначала беговала чтобы можно было легко это все согнуть потому что если не беговать то оно получается иногда не очень аккуратно все загиб подгибается и сейчас это все приклею подержу немного под прессом чтобы хорошо все приклеилось прошью и уже потом как обычно буду все это вот этот уголочек еще срежем немножко потому что у меня уголки скругленные и потом все вот это буду приклеивать подгибать к форзацам и уже прошивать насквозь и то же самое делаем с этими двумя карманами 26 марта пятница сегодня я ездила в разные места в берег брала бумагу для фотоальбома единственно 260 грамм на метр вроде как достаточно плотно но мне кажется она тонковатая будет заехала на почту здесь у меня посылка даши ларина из хобби маркета я ее отдельным видео сниму точнее там объединен две посылочки в одну в один ролик там будет со скраб пою и а даже здесь ткани новая бумага dreamlight studio решила попробовать потом у меня здесь заказ sim этот статные листы тоже отдельно наверное сниму заказ симолэнда чтобы немного разнообразить свои ролики на канале и плюс не напичкивать всеми покупками свои влоги многие спрашивают какую бумагу бумагу я использую для печати блокнотов у меня вот такая xrx колотеч плюс 120 грамм на метр это граммовка для планеров 250 использую для фотоальбомов причем ну получается тот же самый производитель и 160 это у меня для маминых заметок когда я делаю планеры а пятого формата чтобы можно было вклеивать фотографии вот и сейчас у меня вот в таком вот раздраем мой рабочий уголок прям на гладильной доске тоже стоят всякие коробки рулончики я ищу подбираю материалы для парных обложек на паспорт девушка не знает к чему отдать предпочтение сейчас каким рулоном поэтому я сейчас буду чтобы было парное буду смотреть например крокодилы да какие у меня есть женские варианты мужские буду предлагать что метод некрасиво свернулся серый руланчик вот по поводу вот этой вот папочки из тканевыми форзицами как я вам показывала как я делаю цвет абсолютно не такой придается здесь очень такой темный на самом деле он более нежный такой и так тканевые форзицы вот так они мне получились видите здесь пока ничего не вклеивала потому что мне нужно было купить магниты магнитики кстати купила они сейчас в сумке лежат и забыла достать в общем такие вот кармашки они достаточно гибкие что можно туда что-то подсунуть да и не должны так сильно растягиваться если бы это был чистый кожзам кожзам все аккуратненько здесь прошилось внутри здесь я использую файлики мультифоры эти файлы пластиковые граммовки по моему 100 микрон достаточно плотный я в основном такие использую девочки нас сегодня вторник по моему 29 или 30 марта если честно я сейчас не вспомню точно забежала к вам показать немного покупочек и сегодня еще но чуть попозже следующем кусочки надеюсь по крайней мере надеюсь покажу готовой работы и на этом наверное буду заканчивать влог но сначала вернемся к покупочкам я заказала в скраб зефирки немного материалов это как всегда знаете когда предлагаешь заказчиком то что у тебя есть но они выбирают все равно то что нужно докупить в магазине например сейчас мне нужно будет сделать свадебный альбом и девушка показала вот такую вот замшу цвет так пыльно-лиловая очень красивая кстати у меня такой еще не было и мы решили сделать обложку по мастер-классу от ксении гладышевой если я правильно имя помню с вышивкой бисером сердечками очень нравится ее альбомы я купила мастер-класс недавно была распродажа и надеюсь у меня получится сделать первого раза на всякий случай я взяла еще один отрезик но если вдруг не так все будет гладко как кажется еще удела такой идеальный голубой цвет прям называется идеальный голубой для мастер-классовых работ часто как это бывает приглушенные пепельные и не все заказчики понимают оттенки им хочется чтобы цвета были чистые не какие-то приглушенные пыльные пепельные а вот например этот голубой очень нежно красивый вот еще такой вот снова пепельно-лиловый а потом ко мне обратилась девушка татьяна надеюсь имя помню правильно просто давно не залазила в переписку с просьбой подготовить материал для проектов она хочет первый раз сделать планеры обложку и холдер на travel holder и попросила подобрать для нее материалы и мы когда обсуждали решили остановиться на таком петролевом цвете так переплетный питон петролевый синий но он такой знаете как будто темный бирюзовый красивый цвет я взяла двойной отрез чтобы мне хватило и на планер и на холдер для паспорта мы выбрали немного другой цвет он у меня уже есть на всякий случай я взяла вот такой вот кольцевой механизм на четыре кольца по крайней мере такой кольцевой механизм подходит для блоков которые идут стандартные продаются в канцелярских магазинах там в клеточку в линеечку можно будет удобно менять потому что как я поняла я первый раз кажется распечатаю блок приложу а потом можно будет менять не всем удобно постоянно заказывать какие-то блоки на 6 механизмов кажется там переплачивать 500 рублей до 600 рублей за блок кажется гораздо проще сходить канцелярский взять там за 200 рублей странички потом взяла братцы бронзовые многие откликнулись написать отправили мне ссылочки на бронзовые братцы на алиэкспресс я заказала они там маленького как раз диаметра но на всякий случай я увидела девочек в зефирках это все кстати из магазина скраб зефирка местного увидела у них тоже бронзовые братцы но надо сказать они большеваты я на всякий случай заказала упаковочку здесь в упаковочке 10 штучек но вдруг те не придут а мне надо будет уже делать заказ я поэтому вот уголочек и я думаю войдет не войдет в принципе входит но большевато да кажется если сюда и сюда сделаю братик по крайней мере если в другого варианта не будет этот скажем неплохой как вам кажется вот если что там у девочек потом докуплю потому что здесь всего 10 братцев а у меня будет 8 уголков и не закрепишь один уголочек на один брат надо будет все равно докупать я вообще хотела в идеале эти вот три установить эти три дырочки а или может быть еще 4 сюда по крайней мере 4 дырочки и возможно все нужно запомнить братика и заказала здесь уже чисто для себя для себя получается я заказал только голубую один это здесь взяла типа подстраховаться и вот эти вот подвески очень мне нравятся такие вот как бы карабинчики переходники с камушками на подвеске сейчас я покажу как это смотрится я просто уже не первый раз так делаю смотрите вот так то делаю подвеску то здесь делаю кисточку в цвет у меня здесь видите розовая розово-синяя и в лес такой карабинчик ведь но никому не карабин дал такая вот фурнитура переходник и вроде не так много веселек и смотрится очень симпатично вот потом что и все это мне все покупочки а нет в этом скраб зефирки я вообще изначально кроме того материалов которые мне нужны для проектов я заказывала еще таблички таблички пришли из матового золота матовое золото мне очень нравится здесь решили с номером машины до из марка машины сделать и здесь именные таблички в на этой неделе нужно все будет доделать отдать ой все повалилось сейчас я уберу и покажу еще мне пришли сами ручки а еще мне с алиэкспресс пришли вот такие вот ручки я их из пакетика сейчас не достаю в принципе так хорошо видно золотая и две черные там они стоили в районе 70 рублей 70 может быть 80 и хотела вкладывать их в планеры тем более например когда заказывают мужские планеры в подарок не положишь какие-то девчачьи наклейки я думаю может быть к ним как раз вкладывать ручки но кстати ручки я заказала не только мужские но и женские это вообще на самом деле взяла для пробы по одной ручке то есть мне приходила посылка например одна ручка потом другой две ручки у одного продавца заказывала учиться просто посмотреть как они будут выглядеть симпатично или нет но надо сказать и качеством довольна посылочки если что оставлю выкручивается и давайте посмотрим как пишет сейчас на я не помню черные или синие черные все хорошо пишет шариковая ручка я думаю приятно было бы получить такой в подарок вот или может быть потом начну это дополнительные опции как-то продавать если у меня будет хороший выбор ручек знаю по крайней мере девочки так делают и решила тоже попробовать активно готовлюсь к тому что буду брать заказы после переезда и поэтому докупаю все надо купить будет коробки на зоне присмотрела коробочки по ссылке насти насти привет там джой скраб надо будет заказать но опять же это чуть позже потом чем я сейчас занимаюсь я сейчас делаю папочки для детских документов с переводными картинками вот такими с алиэкспресс но сразу скажу девочки не переводите вот на такой вот стык кожзамок то есть сейчас она выглядит неплохо как бы все но я если честно я немного переживаю как она будет дальше в носке если посмотрите то здесь стык кожзамок он как бы прошит то есть они подвернуты там все это по мастер-классу от светланы гончаровой у нее здесь есть канал на ю тубе и я вот так тут делала то есть как бы здесь все так гладенько но все равно если присмотреться рисунок во-первых при переносе термо картинки на кожзам если немного перегреть или например больше придавить смотрите вот здесь матово все красиво в этих местах немного поблескивает то есть мне это немного расстраивает и вот на этих вот местах получается она же никак не шов картинка не выедается и я боюсь что может быть там со временем треснет по крайней мере конечно сейчас я это оставлю потому что выглядит пока все хорошо но переживаю конечно как будет дальше и все картинки которые у меня есть по крайней мере я не буду переводить на такой вот стык я на самом деле так вот решила сделать не побоялась потому что знаю что девочки картинки переводят и на достаточно рифленые какие-то кожзамы текстурные и вроде все нормально держится поэтому я тоже решила что вот здесь будет не так страшно вот но держится внутри я решила в этот раз сделать вот такая вот папочка и еще покажу одну где она у меня просто там все лежит все эти недоделанные заказы и вот такая вот это вообще мне очень нравится картинка и здесь такое идеальное сочетание этого светло-сер сиренево-голубого цвета и вот это вот заплата на мишки такое минимум цветов она кажется более аккуратная ну вот здесь вот такие может быть цвета немного выделяются но я вот этот вот голубенький под дерево к этой вот полосочки голубой выбирал папочки для мальчиков на заказ вот и я решила внутрь поиграться и сделать тканевую форму форзацы я давно уже не делала папки для документов и так как здесь у меня хлястик я решила мне магнит решила сделать более качественное может быть тканевая форзацы и мне часто спрашивают как я в таких папочках приделываю файлы посмотрите файлы я использую это мультифора стоп микрон я это беру в магазине клякса но я думаю можно в это не во всех магазинах я находила вот в читай городе искала я думаю под заказ можно сделать в любом месте практически вот я их подрезаю под нужный размер и потом вот так тут просто бегую на расстоянии вообще туда вставляют этот файл у меня вот такой вот от 5 формата вставила вот пробеговалась и все пробеговала и подклеила причем как бы подрезала 1 1 лист покороче потом подлиннее еще и еще чтобы каждый слой мультифоры он не накладывался друг на друга и здесь была бы такая толщина не она кажется чтобы был чуть дальше потому что сцепление с бумагой сосновой она намного крепче вот и сейчас я буду вот это вот просто прошивать вот так вот вот насквозь то есть заодно и пришью еще мультифоры к форзицу здесь у меня также тканевая форзицы как тканевый кармашек чтобы он был более эластичный но не так сильно растягивался как я показывал об этом же влоге и сейчас буду кстати работать надо надо над вот этим мне пользуется эти мультифорки к этому пользуются же буду делать у меня будет один вот так это выглядеть это вот вот это вот часть я вырезала ее на плоттере здесь это бумага основы и еще вырезала из кож самого вот этот внутреннее окошко она идет без подгиба но она буквально на миллиметр больше бумаги поэтому бумага там не торчит и смотрится аккуратно и вот здесь вот этот пластик это ацетатный лист от арт узора которую я показывала в предыдущем обзоре он прозрачный достаточно тоненький для прошивания но очень сложно его прошить я хотя и приклеила и потом аккуратно старалась вести не везде получилось супер аккуратно кстати сложно лапка идет по пластику она скользит и за счет этого как бы можно мельтешить некрасиво и вот этот пластик нужно проклеивать с левой стороны вот то есть таким образом как бы проклеиваем скотчем бумажным чтобы по скотчу шла эти зубчики перебирали и тогда будет еще более-менее и и так вот этот вот кармашек здесь сделала видите ушка вот этим вот дыроколом для создания конвертов от рукоделия чтобы было удобнее доставать снилс здесь для полиса здесь я когда пыталась сделать оно получилось очень некрасиво то есть надо было по сути здесь сделать пошире это все но я не стала думаю так все хорошо видно и вот такой вот то есть у меня получается один форзец вот такой для одной папочки вот так и для второй папочки вот так видите немного отличается я хотела сделать по одному принципу да ты здесь большой карман и здесь два маленьких но так получилось что когда я обрезала ткань на этом кармане я обрезала неправильно надо было где-то вот здесь обрезать ткань и так как с кармана срезать чтобы убрать лишнюю толщину на кармашках а я взяла сильно далеко обрезала и мне получалось что вот этого кармашки я уже подготовила нужного размера и потом когда начала примерять у меня здесь был голый срез и мне пришлось кармашки поменять местами так вышла из положения это опять же к рубрике тани и косяки как я вышла из этого положения здесь еще кстати не прошита потому что сначала я вклею вот это вот все вклею а потом все прошью насквозь вот так вышло из положения тоже принципе хорошо все смотрится здесь не обязательно что должен быть какой-то дополнительный карман муж говорит это так задумано или это косяк я говорю пусть будет так и задумано какая разница где будут дополнительные кармашки мне кажется в этом абсолютно ничего страшного вот сейчас буду это все до конца прошивать и вклеивать наконец в папочке вклею еще вот эту большую папочку тоже форзацы я очень боюсь вклеивать форзацы мне кажется я могу там капнуть клей куда не надо из-за этого могу себе испортить побаиваюсь я это еще пахнет клей момент кстати девочки у меня такой вопрос где вы берете эти полимерные прозрачные виды клея потому что я часто с ними работаю у меня два основных вида клея это на основе пва у меня их несколько видов а мглу самый ходовой для но так как он желтеет я много раз я повторяюсь возможной информации для кого-то уже скажет ну сколько можно повторять не знаю что мне и смотрят иногда и новые девочки только обнаруживший мой канал и поэтому возможно им эта информация будет полезно а мглу он немного желтеет с ним хорошо работать с кожзамом особенно переплетным итальянским замшей но например приклеивать вот такую вот белую ткань на форзацы я им уже не буду потому что он слегка желтеет и ткань будет смотреться желтоватая как бы такая некрасивая и поэтому у меня есть еще другие виды клея например сейчас из того что я могу вам сказать показать это над скраб хита и подел пейпер также например от арт луарта фортис вот у меня здесь еще маленький кусочек кусочек вот также знаю девочки используют титан вот у меня кстати тоже есть он немного подзагустел вот и у него надо его переливать не очень удобно было из этой бутылочки его использовать вот и полимерные виды клея например помпон благолис или вот это что хэппи хэппи крафт у меня такая бутылочка старая осталась она очень туго все здесь сама по себе тугая не очень удобная и носик здесь постоянно засоряется поэтому сейчас хоть они стали вроде в другие в баночки переливать вот ну по крайней мере в наших магазин или от фабрики кстати декора стало редко их встречать в магазинах и когда заказывают куда-то по крайней мере в наших иркутских зефирках где чаще заказываю там его нет был благолис не закончился редко к девочке привозят надо кстати в это хендмейт 38 зайти наверно туда и закупиться побольше как оплатят мне заказы потому что если честно мне сейчас заказ так как не оплачат предоплату не вносит и зажду зарплаты и у получается что материалы нужно брать я беру не в долг скажем так вот но денег не хватает на материалы очень не хватает и сейчас оплатят заказы и я в первую очередь надо будет закупаться наверно клеем вот кстати то а в любом который забрали и я говорила что же сначала забрали а потом типа должны нажать предоплату все хорошо оплатили на следующий день спасибо большой заказчице так она как бы очень приятная девушка просто что-то мне сложно дался альбом бывает в такое вот никак не как не хочу сказать что-то плохое побед заказчица наоборот очень приятная девушка всем я пожалуй берусь за работу доделаю сегодня папочки хотелось бы еще сегодня в идеале их отснять отфотографировать чтобы отдать получить оплату надеюсь что это все сделают мне в ближайшее время вот и еще потом наверное буду снимать когда покажу как я за апгрейды дело когда работала папочку кулинарную книгу и планер я по-моему вам не показывала в общем там доделала с разделителями с надписями с подвесками очень круто получилось и последний кусочек для влога у меня сейчас на улице не очень солнечная погода по солнышко то прячется то за . то снова появляется поэтому я боюсь что как бы качество видео от этого не пострадала но хочу уже побыстрее все отдать все заказы и поэтому сейчас хочу быстренько показать все что я успела заскрафить за эти полторы недели что-то я вам уже показывала урывками что-то более подробно и так доделала я вот эти вот две папочки для документов мне нравится как они внешне смотрятся вот но конечно хочу некоторые моменты доработать в частности сделать по-другому корешок чтобы больше что могло туда входить все аккуратненько получилось нравится все вот и внутри вот эту папочку я положила сюда документики здесь как будет электронный полис свидетельство страховое свидетельство и дальше у нас можно поместить например свидетельство рождение снилс свидетельство регистрации по месту жительство и бумажный полис на всякий случай также здесь еще есть два дополнительных кармана куда можно какие-нибудь справочки положить или что-то в этом роде вот и наподобие такого же сделала сделано вот такая папочка единственное что не очень удобно доставать вот эти все карточки отсюда то есть приходится прям пальчиками залазить туда они хотят убежать и ну про попробовала сделать внешне конечно выглядит как хорошо красивенько аккуратненько но если постоянно доставать какие-то там делать копии то приходится вот так а тут лазить чтобы что-то достать и здесь то же самое ладно потом это попросил достану мне нужно еще stories показать и сфотографировать как это смотрится вот видите как не очень удобно может быть слышите делать без пластика и тогда это все удобнее все было бы доставалось как вы думаете обязательно здесь использовать пластик мне кажется с ним было бы без него было бы проще и так все папочки у меня отправляются упаковываться очень сначала фотографироваться и упаковываться потом следующее это большая папочка для свидетельства о рождении мальчика причем раньше моя подруга заказывала подобную папочку в подарок тоже самые девушки алене только тогда у нее родилась девочка и потому же эта девушка сама ко мне обратилась за подобной же папочка в этом же стиле сразу скажу что дизайн это не мой я никак на авторство не претендую есть такая скрабушка твой вы многие знаете светлана григорьева и я сделала эту папку вдохновившись ее работами и даже писала ее личное сообщение благодаря за вдохновение и с разрешением использует данный дизайн своих работах но что на что она согласилась вот если такой вот китенок и цвет здесь показаны синий самом деле он бирюзовую их очень плохо что камера не может полноценно это все передать открываем здесь закрывается все на магнитиках и сейчас скажу как я магнитики расположила думаю многим будет интересно особенно новичкам так как у меня здесь все закрывается не на хлястике и вот эти вот кармашки подразумевается что сюда можно например пластиковый полис положить а он как вы знаете и такую весомую толщину добавляет здесь возможно будет какой-нибудь загран паспорт как-то вставляться здесь снилс и соответственно я разместила один магнитик вот сюда и два по краям несмотря на то что здесь возможно будут документы которые толстенькие я решила это сделать чтобы все такие углы не так сильно топорщились при закрытой папочки я надеюсь что все равно что-то то будет там магнититься вот здесь у меня плохо огромнейшая просто папка я не могу вам начать а4 формата высотой 21 31 сантиметр и мне не очень удобно вам показывать но я думаю все равно верно можете понять принцип и здесь файлики 1 а 5 формата 3 4 формата и это причем как бы девушка сама просила так сделать и здесь еще дополнительные кармашек причем они видите какие какие паспорт загран паспорт очень легко поместится вот такая папочка красота сложно конечно это делать это все вырезала вручную думал что то можно будет сделать проще на плоттере но здесь длина самой папки очень большая плоттер бы не справится потом попасть и коптику ему было бы очень сложно поэтому вырезалось все вручную и последнее что хотела показать это как раз планер и кулинарная книга я их вам уже показывал но я и доработала и считаю что это достойно внимания отдельно во первых хочу показать этот вот планер во первых сделала вот эту вот подвесочку который показывал предыдущем кусочки шикарно смотрится на такая надпись составила мой планер на пути к мечте поиграл немножко со шрифтами так и открываем здесь смотрите подобрала ацетатные листы разделители точнее ацетатные и они тоже таком розово-синем стиле здесь очень хорошо подходят к набору даже несколько к набору наверно страничек а сколько к вот этому сочетанию роз темно-синего и розового цвета бантики скрепочки поставят положил и здесь наклеечки две две палетки очень классный планер здесь сразу дву наверно многие спросят что это за плане это планер по моему я забыла имя девочки простите знаю что все именно дизайн ник в инстаграме и они просто классно проработанные и нацелены на то чтобы девушка ставила перед собой же цели какие-то прорабатывала каждую сферу своей жизни и достигалась из поставленных задач здесь есть колесо баланса так календарь и на 2021-2022 года дела на год как и чем кем я вижу себя через год потом идеальный вечер 50 простых радостей обязательно посмотреть почитать и планирование по месяцам с трекерами привычек заметками в общем очень классный планер сама пользовалась но я уже столько всего себе по распечатала не всегда удачные работы я использую прежде всего сама и поэтому у меня уже хватает всего надеюсь что найдет себе хозяйку очень классно цена его две с половиной тысячи рублей если вы не занимаетесь планерами но они вам нравятся можете у меня купить так и отдельное внимание вот такая вот кулинарная книга сочетание черного и желтого мне очень сильно нравится и если честно сказали что те по психологии типа это сочетание нравится каким-то депрессивным личностям но не знаю может быть я немножко где-то депрессивная но работа над своим я рак по гороскопу я рак и я очень чувствительная поэтому где-то могу больше грустить я думаю вы это замечаете когда просматриваете мои ролики но при этом я стараюсь сильно не отчаиваться и во всем находить положительный и выход из ситуации и так вернемся к планеру поэтому сделала сюда черную надпись тоже поиграла со шрифтами кубок любимые рецепты здесь добавила ананасик черная кисточка все таки я решила добавить подвески хотя не верно что нужны кулинарные книги но если ее как где-то красивенько поставить например в кухонном гарнитуре или где-то еще думаю но будет шикарно смотреться и блок я перепечатала так как и говорила прошлый блок он немного его почему-то повел он наверное это один из самых первых блоков но и распечатаны возможного полгода год точно не помню и ему он неправильно хранился поэтому я перепечатала это страничке дарьи степыниной действует этот желтый цвет он больше подходит к этому там был прям такой желтый желтый солнечный желтый такой кукурузный так и сами разделители я решила что в кулинарной книге нужны разделителем чтобы можно было находить например такие разделы как первое блюдо вторые там выпечка десерты и решила что разделители нужны но не хотела использовать те которые заводские у нас идут и и при этом у нас были такие вот странички раздел да можно написать какой ну а как сделать так чтобы были эти связочки в итоге я распечатал во-первых эти странички на более плотной бумаге плотности 220 грамм мне к сожалению нет ламинатора я знаю что девочки некоторые ламинируют разделители у меня нет но здесь принципе достаточная плотность и как видите здесь сделала вот такие вот язычки и обклеила их винилом изначально мне конечно хотелось бы сделать черные язычки на черного винила у меня нет я видела вроде у жанны хуснулиной она тоже ламинировала не ламинировала обклеивала винилом и не прикольно смотрится во первых они достаточно плотные становится такие износостойкие вот во-вторых как я это делала я просто распечатала каждой страничку на отдельном листе то есть не когда мы берем лист а4 и печатаем страничку две странички на одном листе я брала просто один посередине распечатала с двух сторон ведь у меня все равно отступ здесь получался но это не так страшно вот и с этой стороны просто сантиметром обрезать сантиметр оставляла и вырезала такие выемки с помощью дырокола угла я вам его показывала угла как на дырокол для создания конвертов от рукоделия там делать пикет красивые выемки потом остальное подрезала линейкой одинаковом расстоянии это все сделала их вот подрезала все и обклеила сантиметровые полоской винила с двух сторон и смотрится мне кажется очень классно все в одном стиле мне очень нравится и здесь получается просто название и приготовление то есть одна страничка под один рецепт вот так вот вот такая вот книжечка здесь я уже не вижу смысла добавлять какие-то наклейки ну что это кулинарная книга возможно сделают сюда еще ацетатный лист чтобы этот листочек первый был более защищенный и все вот такая вот шикарная мне прям очень сильно нравится вообще не знаю больше всего люблю конечно то что я творю по вдохновению здесь такая хорошая строчка и все аккуратно сочетание цветовое тоже классно в общем я довольна своими своей неделей рабочий и сейчас уже приступаю к обложкам на документы пришли таблички хочется побыстрее сделать вот на этом все ставьте лайки если вам понравилось это видео задавайте вопросы в комментариях я обязательно отвечу и творческого вдохновения всего наилучшего и пока пока